Хей-о-гай, с вами Шмики, мы продолжаем проходить эру по названию Dishonored нож Дуанды. Так, ладненько. Я, кстати, забыл сохраниться, еще в предыдущей серии. Ну, типа, если вдруг в предыдущей серии просрется, то придется с этой начинать. Мне плевать. Так, LEGO Destroyer. Нет, стоять. Остаться. Записком. Записком. Кэп забрал ключ. Ну, удачи, если она тебе нужна. Он богадельный дальше по улице. Возможно, мы, кстати, забирали ключ. Что есть в богадельне? Ладно. А я сюда по-тихому бы никогда не зашел. Блин, но нам все равно уруны придется собирать. Какой-то охотал. Под войновый прыжок я по-любому буду вкачивать. И дальность рывка мне нужна, и все. Больше мне, в принципе, из предметов никакие больше не нужны. Блядь, они сломались, что ли, мне снова. Посмотри, что впереди. Попробуй найти Тимша. На сотене крыши есть тайник со снаряжением. Может, давно собирались убрать Тимша. Знаем. Его полгода хочет прикончить. На этом убийстве мы подзаработаем. Иди вперед, я догоню. Я познакомлю тебя впереди. Так, амулет здесь. Руна. Две руны там. Так, амулет. Стремительный охотник. Удра. Убрав оружие, вы двигаетесь быстрее. Вау. Так. Раз, муле, два, муле. Руна, руна. Это типа... Типа окончательно. Блин, но он не говорит, что он такой. Что тут делает? Так что я его заперл на всякий случай. Рожа вроде знакомая, похоже на какого-то Тимша, но я не уверен. Молодец, Симон. Раз с этим разберется, можно двигаться дальше. Ты от Тимша приказ получил? Кросс-корус. Это у Драманспири. Только вот, сэр. Там живут в Форестале. Их дети выносятся на какой-то... Что-то там. Понятно, что такая работа, но тяжко их видеть в таком положении. У них же даже чумы нет. Отличное, Симон. Раз ты так забывал проведен на ночь через черный ход, и мы со всем разберемся. Благодаря тебе у нас будет тактически доставщик Тимшу денежку. Но, сэр, скажи иначе. Ты думаешь, меня волнует, что дерьмо мы выбишем завтра или послезавтра? За каждый из них жалкий дворянин и их дарадский отраский. И мне плевать, если они окажутся на улице. Сэр, они были добрые ко мне. Симонс, перед тем, как я попал в Тимшу, я выучил логово настоящего плакальщика. Знаешь, какого это? Ты чувствуешь эту вонь. Тебе приходилось обитать? Отбиваться от домохозяйки с лицами заглянущих кровью. А иногда внутри было только полчаса крыс, в которой глотали труп какого-то пропойца. Пожешь, я устрою тебе перевод на мое прежнее место? Нет, сэр. Конечно, нет. Я думал, я храбрый, пока не увидел, как человека жрут крысы. И когда Тимш говорил намяк, бока ковню, что богатее, чтобы тот не сомневался больше про... Свои права, и тут я же выполнил приказ. И просто рыдаю о счастье, понимаешь? Да, сэр. Мы займемся черного хода. Когда они меня увидят, то они ничего не подозрят. Хорошо. Тут либо они, либо мы. Во время чумы, не до херойства. Просто делать свою работу. И я присмотрю, чтобы тебя не перевели. Так, подожди, такой лист, он идет в клинику? Нет, он не идет в клинику. Ладно, ему повезло, что я добр. Любил его чуть попозже. Так, пленник. Вы же, Даут, раз вы завели в этом гардеру, значит, охотитесь за Тимшем. Чего ты хочешь? Отомстить. Ну, сделай с Тимшем то же, что он сделал со мной. Я хочу выковырнуть его на улицу, как обычно делает он. Я раздавил приказ о выселении с поддельной... Подпису лорда-регентом. Пожалуйста, загляни в мою старую квартиру. Она рядом с поместьем Тимша. Вот арест, только с улицы туда вряд ли попадешь. Там вы найдете мой дневник, и все, что понадобится для выполнения плана. Впрочем, вы человек деловой. Не станет работой безумно. В моей квартире вы найдете тайник, и в нем кое-что цены. Считайте это... предоплату. Впрочем, это ваша зарплата. Давайте пока с убийцами, потом уже будем разбираться. Смотреть, у меня же превьюшки будут прикольные. Где мы того-то, того-то пощадили. Хотя, может быть, мы их даже не увидим. Так, ключ от квартиры номер 10. Ордер на лишение имущества. Дневник Роланда. Тимш думает, что он не возьмем, раз заполучил письмо лорда Регента, думаю, еще не прикосновенно от любой преследований, связанных с чумой. Повсюду носит это письмо с собой, словно талисман. Но оно оберенется оружием против него. Его письмо написано на стандартном бланке, который полно в канцелярии лорда Регента. Поставь чистый бланк было делом техники. Поделать подпись лорда Регента оказалось сложнее, но, к счастью, у меня еще остались знакомые в нужных кругах. Теперь нужно лишь подменить письмо. Но подобраться к Тимшу непросто. Возможно, мне понадобится помощь профессионала. Когда дело будет сделано, этот болван ничто не спасет. Но сначала надо исполнить задуманное. В подвале особняка Тимша есть насос, который гоняет воздух по дому. Если некоторые вещества попадают в насос, здание будет смердеть, словно нора плакальщика. Нужно выразить точнее. Я не хочу заразить стражников или слуг чумой. Вовсе нет. Одна неопределенная дама из 10-й квартиры обещала мне дурно пахнущее вещество и плотный мешок для его переноски. Замена на жажду получить мою руну. Что ж, пусть оно так. Она дала мне ключ от своего жилища. Так что я могу забрать мешок, когда буду готов. Грегольд, армия. Ну что они, генерал уже в пути? В центре города кое-что стряслось. Пришлось разбираться. Так, подожди, я могу отсюда попасть. Дело в том, что я могу... А, в натуре я могу, я... Проверим. Ну, поднимай, все равно ничего не теряем. Ну, так ведь. А, счастье, не сработало, кстати. Я хочу более безопасно, так сказать, с этой стороны подняться. Ну, типа, у нас же есть ключ. А если у нас есть ключ, значит у нас есть поза попасть наверх. Так. Не, на самом деле у Дауда прикольная способность, остановка времени. Типа, это халявный способ зайти сюда. Так. Куртирка номер 10. О, мне всегда было любопытно, чем она пахнет. Гнилой плачью, полевыми цветами. Он задает вопрос, интересно, когда он со мной заговорит? Вот последний урок. В памяти старых временах. Поверхний умел видеть слабые места своих врагов. Но он не считал довольно опасным, пока не стало слишком... поздно. Теперь никто не интересует Далилой, кроме тебя, и меня, разумеется. Я вижу всё, всегда. И сейчас я вижу человека, который идёт по канату над пропастью. Океаном гроби и грязи. Императрица мёртва, и вода поднимается. И вода поднимается. Ты здорово наследил в убойном зале Даут. Теперь ты уже должен понимать, что это тебе рано или поздно аукнется. Хотя, может, тебе уже и всё равно. Лучше поспешим. Скоро каната не будет. Всё как будто оглушенный. Узнали что-нибудь? Не знаю, узнал или не узнал, но я получил способность для того, чтобы передвигаться дальше. Кстати, подожди. Давайте как раз посмотрим заметки, которые дали нам два. Записка. Как забрать клич? Удачи, если она тебе нужна. Он в богадельне дальше по улице. Так, адрес связного. Адвокатная площадка 7. Я нашёл... Беспалевное место. Так, записка сектантов. Этот родился в богатой семье и любит жить в деревне. Где он мог видеть звёзды по ночам? Он был необразованный, ничего не знал о звёздах. Он просто молился им. Так, зловонный мешок. В смысле без убийства? Мы были мы с убийством. Я просто сюда залез, чтобы... Так сказать, так сказать, подготовить дальнейший путь. Записка сектантов. Она была учителем. Рассказывала детишкам о черноглазом, который видел в своих снах. Никто её не понимал. Но однажды один из этих впал в транс и начал выкрикивать её имя. Из-за ней пришли смотрители. Этот любит вырезать фигурки из дерева. Однажды он вырезал маленького кита. Носил его в кармане и разговаривал с ним. Фигурка знала всё его тайны. Как и я. Этот работал так усердно, что сломал себе обе руки. И когда его вышвырнули на улицу, мать заболела. Заботилась о нём, пока не умерла. Тогда он стал попрошайкой, а потом умер. Этот человек был отцом. Он произвёл на свет шесть детей от трёх матерей. Одного из них он утопил. Но то был несчастный случай. Дедушка ребёнка узнал о случайшееся. И совершил свой суд. Труп из предыстория. А, лол. Полярный проход. Так, а что за пост? Ну, типа, если я пойду туда. На крыше применять отчёт. Лейтенант по получению дополнительных сведений. Понимаете документы из сумки. Напустить киншин. Лампанали за сведениями. Сходим всё-таки. Девять, стоп. Стоп. Стоп, Энь. Стоп. ну да ладно хотя сюда заходил здесь ничего не было а Я рассказал, как чуть не с Славил мужика, который императрицу убил О нет, только не начинай Так, кстати, здесь трое Убить до того, как кто-то заметит, что я кого-то убил Убить до того, как кто-то убил Убить до того, как кто-то убил ну ладно ну теперь я уже просрал что мне мы найти таби абьюзная вещь денежка денежка я не виноват в этом надо еще на позвонить спросить что вы там разузнал привет богатых людей вперед тимша всегда приятно так заметки река рекогностировки тимш весьма энергичная для своих лет мужчины известно что даже в собственном доме он не растеряется с клинком и пистолетом как правило он любит сидеть на месте и часто пересчатся по зданию и спальне на верхнем этаже до вестибюля и адвокатной конторы на первом этаже тимош хранит завещание своей матери в сундуке в своем кабинете на третьем этаже главная дверь ведет в вестибюль адвокатной конторы это двухэтажное здание с балкона выходящие в вестибюль второй балкон на фасаде стеклянные двери ведет прямиком в кабинете тимша два балкона на верхнем этаже влюб в любом в левом и правом части дома просто способ попасть тем внутрь черный ход ведет в подвал обычно дверь заверта но ключ найти нетрудно кухонный лифт позволяет попасть из подвала на любой этаж но он едет только в одну сторону когда вы покинете лифт он вернется в подвал тимоша держит при себе ключ от важных сундуков и ящиков этот же ключ открывает дверь в таинственную комнату на верхнем этаже похоже там расположена студия живописи из квартире рядом с поместьем тимоша можно найти выйти на крышу ведущую в район причала окей начальни от этого чувака амулет живая вода на вода есть фонтан восстановить немного здоровья начинаем тогда отсюда потихоньку смотрим сразу наверх если балкон и здесь крисы должны быть они где-то здесь так лично выполнено работам отличная выполнена работа чистые синих до машины внутри просто врываться и всех уничтожить все в доме ну тогда я думаю на счет с подвалом ну типа все равно пробегу посмотрю что тут еще есть все равно я должен пути и знать ну типа если будем на быстро играть там же нужно никого не убить пройтись вскрытно не замечено хотя хотя я замечен незамечено главное чтобы меня не убили во время пробежки вот тут еще кошельки появились хотя как не было так вроде бы все погнали с подвалом как я сказал и будем потихоньку наверх 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 а а это куда я должен был мешочек кинуть амулетик в кашу вам ясно не вздумайте вновь испортить мне ужин капитан скотт блогском это будет смерть если ко мне кто-то придет я буду уже все в просто все убил а это и и и и и и и и но кстати ключ ему у него забрали так записки от юристом когда наконец-то мы заведемся секретаря я никому не могу отыскать бумаги под подшитый джим ас вообще ничего не подшивается тут такой бардак и такой ворок бумаг что спрячу и китай и он его не скоро найдут смелуемся мы потом так записка гаррина я понимаю что у тебя у тебя волнует наша безопасность но я больше верю ключ который висит у меня на поясе чем какому-то шерифу шифр 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 можно угадать подбирай или узнать заплатив круглую сумму а под простым и надежным замком и архив будут в полной безопасности что касается отмечек то это выдумки я никогда не видел эти штук а ты кимши отмечки поэтому тут есть отмечки так городской поверенный мудрый и опытные поверенные сделала квартала всегда играют важную роль в жизни до улона и все империи но ужасно крысиная чума вызвала поистине обычный спор на их услуги то и дело вспыхивает имущественные споры из-за брошенных поместья и особняков чума выкашивает даже богатое семейство оставляя без руководства целые заводы так что из инвесторы держат акции а порой и сами рабочие обращаться за помощью и советом которые могли оказаться такие мудрые и достойные люди как андрол тимши мы все перед ними в долгу ничего удивительно что лорд регент назвал тимша не на недавно утвержденную должность городского поверхность поверенному в обязанности тимша в ходе сотрудничество с инспекторами городской стражи если в доме или на мануфактуре нашлась чума именно тимша распространение оставшееся имущество определяет ее в пользу города или же не нашлось законов наследников тяжелая и неблагодарная работа с которыми может справиться только доблестный человек с безупречной репутацией таким вне всяких сомнений является поверенный анрол тимш что касается его личные качества то следует признать что тимш не слишком любит светскую жизнь и но в последнее время его племянница аталия предложила определенную силу чтобы исправить это положение ее роскошные приемы снискали ей благосклонность знатных семейст доллона том числе семей бойл иная леди италия до сих пор не замужем и хотя несколько раз ходили заговоры о скором браке все они оказались за не более чем слухами совершенно без основательные и прочные сплетни о разлуке между дядей и племянницей конечно же их раз распространяет дурно воспитанные и завистливые люди которые не дают покоя благослови благосполучие славного семейства тимша попах вот из 78 таро колодость 78 случайно карту сожалению достали карту чужой валет черепов черви мечей семерка черепов более черепов дама семерка черепов чужой жестокость не знаю вообще зачем они ну походу типа плохие карты так письма на смотрители маяка песня которого поют а морли письма смотритель маяка когда гаснет влаги тебе отвечу на зари я фонаре зажигаю большой ведь и издалека морей и в порту идет корабли и возвращаясь добыча домой на высокой площадке среди звезд и ветров затуху шею в плащ меховой я ночь напролет яркий свет берегу что ведет китобоев домой не видите же свирепый не дождь ледяной не погаси огни маяков ведь там среди волн их свет золотой согревает сердце моряков в глухой тьме ночной китобоев лихим майки путь укажет домой а когда тьму развеет яркий солнечный свет маяки можно чуть отдохнуть и смотритель уставшийся погаснет фонарь и с улыбкой отправиться в путь по ступенькам крутым побежав до земли не пытаясь стук сердца унять я впоснувшийся город вернуть спешу чтобы мило крепко обниму не ветер свирепый не дождь ледяной не гаснет огонь маяка ведь там среди волн и их свет золотой согревает сердце моряков в глухой тьме ночной китобоев лихих майки путь укажет домой а когда свет заре станет гаснуть вдали я закутаюсь в плащ меховой и высокий маяк не спеша поднимусь и фонарь сиящий большой чтобы буря и мрак и не смогли помешать китобоем вернуться домой пусть ярче горит в темной ночи теплый свет маяка пусть ярче горит в темной ночи пусть ярче горит в темной ночи пусть ярче горит стереть теплый свет маякам так ночные горшки поскольку все ночные горшки находятся в чистоте прошу не справлять нужду в доме если уж совет совсем не в тертёж делайте свои дела в подворотне если я еще раз услышу жалобу прислуги заставлю вас драйс сортиры вашим собственными носками надеюсь вы меня поняли капитан скотт блоссма так ну кстати нам еще код придется подбирать либо он как раз хотя нету наверно просто номера этих квартир это чё ладно прикольно картину очередная картинка так записка юристом думаю тебе следует изучить похоже случай поджогом не думаю что твой клиент с этим связан но страшные сказки могут вселить страх в душу присяжных и они проголосуют не головой а сердцем думаю тимоши поступил бы именно так так получается все здесь да идем дальше не ногу плана картинка самом деле прикольно а я снизу руна забрал до что монету каждому нету и в доме украду не будет здесь ни одной монетки простой так академия натуралософии приютившись на окраине до улона академия натуралософии является древним учебником заведением в ее стенах обитают юные студенты и мудрые философы алхимики космол космологии и вивисекторы лучшему острову приезжают сюда чтобы изучать природу человеческое тело небесное и весь мир внутри допускается только уважаемые ученые и студенты не небольшое число которые отбирают каждый год подергивая молодые люди долгие и трудные приемные испытания живущим рядом с академии город горожан остается только догадаться что за грузы порой доставляются по реке и проносят через здание ворота до морщины нос и от странных запахов что они иногда доносятся из труп академии настоящее время академия возглавляет королевский лекарь антон соколов на самом деле даже не посмотрел как они ходят чтобы потом придумать как мне достать его ключ или что у него там так партий сигар семьи так юный принц и стиви лорд натан был вне себя до гнева как вы посмели сэр явиться мой дом потом так принц колера подходи ближе суровый же прием вы мне подсказали милорд должен сказать ваш это было это я помню было монетка не но картина на самом деле прикольная показать здесь ничего не могу плохого какого черта он вообще здесь еще ходит бродит почему они все не сбежались на крик их него типа хозяина так стихи и педали лим однажды эмили проснулась поутру и в новом свете увидела мир вокруг чужой искорка блестит в ее глазах усмешка странно играть на королавловых губах чужая ласкость ловкость ныне в маленьких руках и старая ярость ее наполняет шаг чужая сила в теле эмили жилом ее желание послушать послушно то было и всякий кто в лице и смотрел и знать не знал ту крошкой овладел статуя дали лилы поговорить серьезно кто ты понимает твое любопытство я странно я была под мастерем и у пекаря башни я тушила с джисоном когда мы были детьми а потом позже я прославилась как художник теперь как видишь я стала чем-то больше надеюсь такого ответа тебе достаточно потому что больше я ничего не скажу тебе следовало убить но мои сестры одного время были от тебе чрезвычайно высокого мнения поэтому ограничусь предупреждений держись от меня подальше грядут перемены и ты не должен вмешиваться ты не подозреваешь как далеко простираться моя власть что до арнольда тимоша поступай как знаешь мне все равно я с ним закончил это ее вы ее искали да то еще сука как картина у нее зрения но я понимаю у вас свои рисунок ну кстати говоря это в натуре босс следующей серии так кстати когда я разбил кто-то услышал мой удар так урна семей тимош футиллярда для агрессивных семей тимош ну еще одна картина глобус глобус но на этот случай я подогревался писем чтобы напомнить тебе о произошедшем событиях чуме пришел конец я женился и скоростно на премьер-министр как ты всегда хотела брат и сестра здесь и обоих дела идут прекрасно твое что завещание записано и его заверила нотариус мы все тебя любим матушка а теперь отдыхай спи все хорошо так эта дверь открывается так письмо от роналда уважаемый арнольд спасибо что пригласили нас с женой на ужин на прошлой неделе мы провели великолепный вечер я также благодарю вас за терпение проявлено при конфузе моей супруге немного способа проявлять такое понимание я безмерно счастлив что могу быть откровенным с вами в том что касается моих дел не сомневаюсь что вы сохранили все в тайне позвольте добавить что я испытал невероятное облегчение когда поделился своей озабоченностью и нашим вас мудрого и понимающего коллегу надеюсь вы окажете мне и чести и примите приглашение на ужин искренне ваш уайлс роналд так пропитка гальвине письмо доктором поверенный тимош соприсковым сообщаем что больше не может пребывать лекарь вашего матушки поскольку вы настойчиво препятствуете исполнению процедуры которые могли бы восстановить ясность ее ума мне остается только умыть руки позвольте заметить что вы по сути приговаривать ее к смерти мое почтение доктор патрич так так теперь вопрос где не 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 кстати так на их месте кто другой я бы без рассудка сообщил о вспышке чумы и арестовал бы их всех их щитам но у них все связи с бойлами а бойлы неприкасаемые сами знаешь боюсь придется тебе улаживать ваши дрязные изыски самолично так завещание мы сейчас посмотрим так это пойдем наверх то есть включим я по-любому украсть нужно будет как-то так сообщение о ремонте темному персоналу поверенный тиммер жаловался что из-за двери скрипа поэтому их сняли для ремонта пожалуйста не бросайте ничего в шахту лифта ибо воздержитесь от иных глупостей управляющим так мне нужно на ту сторону так записка от тимша скот неужели сигнализация в моем кабинете столь необходимо это уродливое устройство ужасной расцветки совершенно не гармонирует с мебелью а шнуры царапают полировку когда рабочие устанавливают сигнализацию они испортили весь пол ремонт влетит мне в копеечку арнольд о еще письмо список обвиняемых форс ворони двор оценивая состояние 2900 монет стоимость недвижимости 16500 монет драка улица фенстер 2200 2800 картейн тупик вестлер состояние и недвижимость незначительно бакля президент аргуш арнольд вы не забыли что радшар затоплен я не могу оценить имущество в том квартале бэлдар тайм-стрит оценим 4600 стоимость недвижимости 51 500 странно завещание тем что указывает не свое имя он отписал все наследников дали отписал ни хера ни хера не понял объясните не понял так ладно а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 будет сто процентов А мы, как видимо, нигде ничего вообще не отмечены Субтитры сделал DimaTorzok Ага, вот где еще не был Или был А, подожди, а куда он делся? Субтитры сделал DimaTorzok Короче говоря, да Я не понимаю, где сейф Какой сейф Возможно, который мы, кстати, с вами рандомно подбирали Хотя он не подбирался рандомно Нынешний сейф, который был Он открылся сам Ну, окей Субтитры сделал DimaTorzok Я просто говорю, как оно есть Я что-то не нашел Какой-то один ресурс, я кажется, не нашел Хотя он бы все равно отмечен был Никак, но хотя бы как-то Ну, ладно Субтитры сделал DimaTorzok Просто если туда пойти, я тут и закончу То, что больше, как бы Вообще проходов нигде нет Сейфов я нигде не видел Ничего на карте не отмечено И это вот как раз и страна для меня Вот так вот так слова почему только одну дали и вот смотри нигде не отмечено что что допустим а я ведь что-то отпустил ямулета пусть падение подобрал ну ладно это будет не сто процентов если в натуре ищи с амулетом обосрался на амулет выдели мертв вот и возвращением мертв теперь я стала убийца да какой странное чувство но я обещал вам сведения мои дети попал под чар долина он был одержим и все знали что она была простой служанкой в башне прежде чем попала в ученицах соколовом она была рисовальницей художницы не ровно нашему роду мой дядя сходил с ума от любви но со виду он очень постарел и заставлял нас сжечь свечи всю ночь напролет однажды вечером мы все отправились к вейлом и бойлом на спиритический сеанс просто ради забавы мы не знали что творим я думал на таких сеансах должны появляться мертвецы но внезапно мы увидели долила дядя чуть не умер от страха она была и там и где-то далеко нам оказалось она стоит в старом особняке брик морков стоит и выходит краской на мольбите имя ваше даут это все что я знаю надеюсь эта история вам поможет так завещание находится на третьем этаже тимоша находится в вестибюле первом этаже тимош постоянно держит при себе какой-то ключ и квартира расположена недалеко от сосудника тимошей все еще и крыша дорожника рисовывать подозреченного человека есть подряд доложение что это старый помощник тимоша на крыше надо акватную площадку расположен пост поместье и адвокат на которой . располнула широкую площадь на самом сердце делового квартала видимо ваших шляпники завладели ключом от делового квартала когда-то давида рисовал портреты для повестного орнальда тимоша это надежда аристократа понятно ну по сути я вру мне нигде ничего не отмечалось то есть зрение не показывала поэтому идем финишу вот и наконец повернул проще вот на самом напросился в его положение кому нельзя доверять это родная племянница предала вы готовы на это готов потому что я не знаю по сути я все амулеты собрал эти отмечены где-то зрением хотя и со зрением везде все проскочил руна к смысле бред руна это уже не сто процентов ладно это уже не том убежище до удан по ходу игра вылетела ебать если это так на сумму новое улучшение усиление доспехи и бесшумные ботинки слухов нет в принципе все а цель какая встретись с ассасинами волнам долила могущественная ведьма которая заправляет секта обосновавшаяся в руинах особняка бригма вы вернулись в свое тайное убежище затопленном квартале надеюсь не спешат обдумать свои действия так ну как я понимаю это сейчас финал и конец будет наше всего типа типа окей я сохранюсь я закончу если вдруг что там будет коротенько я их объединю тогда ну ничего типа не знаю не обещаю поэтому всем пока что спасибо за просмотр ставь лайк и подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока пока